Здравствуйте! В эфире новый выпуск IT News. Я его ведущая Асиля Абдрахан. Инновационный прогресс в Казахстане не стоит на месте. Это еще раз подтвердили молодые алматинцы. На встрече с Акимом Горда студенты продемонстрировали свои уникальные проекты. Ахмеджан Исимов лично оценил значимость данных работ. Об этом в нашем следующем репортаже. На прошлой неделе в парке инновационных технологий Алатау состоялась встреча Акима Горда Алматы Ахмеджана Исимова с молодыми инноваторами. На конвенции Жасара Innovation студенты трех вузов продемонстрировали пять абсолютно уникальных и неповторимых проектов, направленных на улучшение общественной жизни. Три разработки были представлены IT-университетом. Уже знакомый IT-шником робот Шалпан произвел незабываемое впечатление на Ахмеджана Исимова и всех участников встречи. Проект Коровкина Анатолия и Альтмагомбетовой Алмы «Сити роутер» направлен на улучшение навигации по Алматы. Это лучшее решение для иногородних студентов. Сам начался с прошлого года, с ноября месяца. Получается, мы с Анатолием иногородние студенты, и первая проблема – это была навигация, то есть как, на каком транспорте и так далее. Ну, так как Алматы – это большой мегаполис. И мы решили решить эту проблему, взялись за идею. Вначале была это просто идея. Благодаря Анатолию, это главный разработчик нашей команды, мы создали данный проект. Одно из актуальных изобретений конвента – положение по мониторингу сердечно-сосудистой системы. Над ним работали студенты Поляков Артем и Бектимирова и Герим. По 5-минутному анализу примерно можно получить очень большое количество данных о сердечно-сосудистой системе. Около 24 видах анализа, которые позволят определить состояние человека. Если он находится сейчас в стрессе, либо еще какие-то проблемы у него с сердцем возникли. Также есть опция дистанционной отправки врачу. И он уже на основе этих данных, анализа, может сделать заключение о состоянии здоровья человека. Ахмеджан Исимов по достоинству оценил важность изобретения и поручил министрам проследить за их реализацией. Держайте, думайте, предлагайте. Мы вот в таком составе будем с вами встречаться и обсуждать любые вопросы. Больше всего хочется обсуждать вопросы инновационные. Все изобретения находят активный отклик. И молодые ребята не только интересуются новыми технологиями, но и добиваются успехов в роли творцов. Гаухаржу Могулова, Аселя Абдрахан, специально для IT News. Энактус – международная некоммерческая программа. Сообщество студентов, лидеров науки и бизнеса. На этой неделе представители организации Энактус провели конференцию в нашем университете. Подробнее об этом расскажет Гаухаржу Могулова. Энактус – это союз между бизнесом и высшим образованием. Это глобальная организация, охватывающая 39 стран, более полутора тысяч университетов, более 62 тысяч студентов, где каждый делает свой вклад в общую миссию создания лучшего мира. Используя на практике теоретические знания, полученные в УЗИ, студенты обретают навыки предпринимательства, развивают лидерские качества, постигают основы этики бизнеса, учатся быть ответственными гражданами общества. Контролировать качество проекта в IT-университете с ноября этого года будет бизнес-эдвайзер Касыми Сергепов, занимающий должность вице-президента Логиком. Наша задача бизнес-эдвайзеров – помочь вам, чтобы вы не проходили те же ошибки, что проходит каждая компания. То есть мы вам уже говорили, какая структура должна быть, как нужно выбирать людей, подбор персонала, подбор команды самой, подбор, выбор проекта, как правильно его делать. То есть по итогам, в результате, по итогам этой программы, идеально вы становитесь одними из лучших предпринимателей, одними из лучших нас сотрудников, работников любых компаний. Соответственно, вот я вас призываю и рекомендую, пока есть такая возможность, воспользоваться таким опытом. Как правило, участниками проекта становятся активные ребята, которые в первую очередь хорошо учатся, затем во внеклассное время реализуют свои коммерческие задумки. Минимальный состав группы – 10 человек и выше. Есть университеты, команды которых насчитывает по 60-70 человек. Благодаря этому можно одновременно осуществить несколько стартапов. Международный опыт показывает, что проектная деятельность студентов в рамках данной программы является прекрасным дополнением к университетскому образованию. Гаухар Жумагул, Василий Абдрахан, специально для IT News. Завершился набор в студенческое правительство. Все ранее зарегистрированные студенты имели шанс проявить себя и доказать, что именно они заслуживают быть маленькой веточкой власти в организации студенческой жизни. Корреспондент Олеся Шапошникова побывала на кастинге в Министерстве СМИ и Пиар. Подробнее в сюжете. 12 октября в стенах университета проходил кастинг «Студенческое правительство» среди ранее зарегистрированных студентов. После тщательного отбора были выделены наиболее яркие конкурсанты. По сформирован абсолютно новый состав Министерства СМИ и Пиар. В целом кастинг прошел очень позитивно и плодотворно. Каждый участник сумел проявить себя. Наш специальный корреспондент отправился на место событий и лично побеседовал со студентами о том, почему же они ведут себя в этом творческом министерстве. Живой интерес и неожиданное благородное желание сделать что-то. По профессии иду в СМИ и Пиар. То, что делаю, то и даю. Я буду знать все впервые всех, это меня очень интересует. Ну и, конечно же, власть, она что-то вообще значит для человека, амбиции. Как прошел кастинг, сколько человек было выбрано и чего ждут от нового состава, расскажет министр СМИ и Пиар Дилара Толыбаева. Кастинг прошел очень хорошо. В этом году к нам пришло аж 23 человека, записывалось более 50. И из них мы выбрали 13 самых лучших, что оказалось действительно тяжелым выбором, и мы думали об этом целые сутки. Хотелось, чтобы они показали себя так же, как и показали на кастинге. То есть от них, чтобы шла эта энергия, шла эта отдача и шел поток идей, которые они имеют сейчас. Второй благотворительный аукцион прошел в АЗИ университете. Мероприятие длилось два дня и имело огромный успех не только среди студентов, но и среди преподавателей. О том, кто, что и во имя чего продавал и покупал, расскажет Пандора Екатерина. Главные инициаторы аукциона – студенты третьего курса, основатели студенческого журнала «Магнит». Первыми лотами были выставлены на торги личные и весьма ценные вещи любимых преподавателей и специальные услуги от популярных студентов. Среди них билеты в кино, массаж, домашние задания, уроки вокала, фотосессии и многое-многое другое. По словам организаторов, за два дня удалось реализовать огромное количество самых разных вещей. Большой популярностью пользовались книги. Преподаватели предлагали свои флешки, сувениры и свидания. Этот аукцион мы уже проводим во второй раз. То есть в прошлом году у нас был просто ошеломляющий успех, и мы очень рады, что в этом году студенты нас также поддерживают. Кульминацией аукциона стали лоты казахстанских знаменитостей Макпалы Сабековой, Дагуда Час, Нуртаса Адамбаева. Студентам была предоставлена уникальная возможность приобрести футболку ректора Демира Абдухалиевича, провести вечер с Гульжамал из пиар-департамента, посетить сушибар с каратом Сариевым, совершить поход в игровой клуб вместе с командой Слеер и многое другое. В этом году за два дня было собрано на 20 тысяч тенге больше, чем за три в прошлом. Собранные средства пойдут на финансирование баскетбольной формы для сборной команды Муид, а также на поддержку чирлидеров. Спорт и девушки – сочетание привлекательное, поэтому в IT-университете скоро появится официальная сборная болельщиц. Для отбора чирлидеров был организован кастинг. Мы с Гаухаржемоголовой выясняли, кто же попал в число самых активных и ярких болельщиц. Спорт занимает важное место в жизни айтишников. Каждые выходные проводятся соревнования по футболу и баскетболу. Обычно поддержать игроков приходят их сокурсники и преподаватели. Однако настоящей команды болельщиц, заряжающих игроков драйвом и верой в победу, в университете нет. Министерство спорта IT решило исправить это и объявило набор в первую официальную сборную чирлидинга. 31 октября в конференц-зале представители студенческого правительства организовали кастинг, посидеть который мог любой желающий. В общей сложности претендентов на место в команде было около 8 человек. Основные критерии отбора – пластичность, гибкость, энтузиазм и смелость девушек, ведь от их настроя и выступления зависит и командный дух спортсменов. Основным цензором на кастинге была Амина Исаханова, так как именно ей предстоит собрать команду болельщиц, опираясь на собственный опыт и танцевальные навыки. После небольшого интервью претенденты должны были выступить перед зрителями, не зная заранее композиции и стиля танца. Импровизация и умение держать себя на сцене стали ключевыми факторами. Каждая девушка запомнила зрителям ярким и уверенным танцем. В присутствующей зале студенты поддержали будущих чирлидеров. Вице-президент студенческого правительства боксия Туякбай поделился своими ожиданиями относительно команды в поддержке университета. Для игроков, кто участвует в турнире, это будет поддержка со стороны представителей прекрасного пола, как говорится. И это будет мотивация. Первой в истории IT-университета сборной чирлидника прошли все претендентки. Кроме того, в команду также попала и отличившаяся на конкурсе IT-стар первокурсница Альяна Киштаева. К тренировкам девушки приступят незамедлительно. Ну а мы с нетерпением будем ждать их выступлений на спортивных турнирах университета. На этом у меня все. До скорых встреч!